Музыка Знаете, мы тут живем 28 лет и стоят рядом наши соседи. И когда я еще была молодой, дедушка мой всегда говорил, а он был педагог с 45-летним стажем, человек очень мудрый и имеющий еще в то время два высших образования, он всегда говорил, людей надо любить. И никогда, вот если кто-то кого-то обсуждает, он еще тогда вкладывал в детские наши головы. В первую очередь надо человека защищать, потому что любой может что-то сказать, грубое слово, сделать что-то не то. Вот это как-то всегда присутствовало. А потом, когда я стала читать литературу, я поняла, что действительно, по-моему, это у Филарета Московского написано, что мир держится ни технологиями, ни какими-то новыми открытиями, что мир держится в словах. И доброе слово, когда посеянное, оно дает свой какой-то плод. Владимир Сергеевич это четко понимает и чувствует, потому что сейчас никто не ходит на буряки, сейчас никто не занимается вот таким ручным трудом, который делали эти люди. И я не знаю, технологии с технологиями, но все равно то, что мы выращиваем своими руками, и вы, Батюшка, знаете, это отличается от того, что мы видим в магазине. Поэтому этих людей надо ценить, их надо, конечно, больше еще как-то показывать, какие-то праздники устраивать в селе, вот в каждом. Вот день такого пожилого человека делают еще, день дружинка земли. И в этом, я считаю, есть какое-то начало хорошее, потому что наши дети этим заниматься не будут. Это я вам говорю честно. Спасибо. Это я вам говорю, это я вам говорю, это я вам говорю. В этом году мы наблюдаем на сепи специально для России, потому что это красивая выставка, и мне тоже не подобается. Рассказать, скажи, я бачу, я красный хлеб. Из чего начинается хлеб? Чтобы хлеб усиливали. Потому что хлеб это все, хлеб голова. Хлеб был просто хорошим. Хотели с вами, чтобы мы познакомились 4 года назад. И с этого момента, в принципе, начинается, наверное, в моей жизни совершенно новая история. Потому что я обрела новую семью. Я обрела в его лице отца, моего прекрасного любимого человека, в смысле, также учителя рисования. И была очень удивлена, насколько у него прекрасный подход к людям. В принципе, из-за того, что он вдохновляет и вселяет веру в себя, что действительно, возможно, повторить какие-то вещи, которые ты потом смотришь на картину, и ты просто не веришь, что это сделал ты. Естественно, что наверняка без любви к людям у него наверняка ничего бы не вышло. В смысле его творчества и в смысле людей, которые к нему приезжают, все новые и новые, остаются старые. И это обрастает все уже поколениями людей, и старых, и новых учеников, которые потом продолжают с ними дружить и открывают свои школы. И я думаю, что он вкладывает просто невероятную душу в это все. И у него очень большое сердце, и у него великолепные таланты видеть эту природу, этот мир, этих людей. И я думаю, что он получает, конечно же, очень много тоже в ответ, потому что эти счастливые улыбки, эти благодарные лица, ну, это невозможно, наверное, не почувствовав это все просто, ну, рассказать, да, то есть нужно переживать и снова, и снова. И находясь здесь, он настолько вписывается в эту красоту природы, он настолько неотрывен от людей, то есть он всегда с ними, с простыми людьми. И как сейчас мы наблюдаем эту выставку с простыми селянами, и, ну, это всегда поражает. Поэтому я обожаю этих людей, и Людмилу Николаевну, которая непосредственно является всегда рядом с ним, его музой, вдохновительницей, и помощницей. Поэтому это моя вторая семья, это действительно так. И я очень счастлива от этого, и я всегда рекомендую своим подругам, знакомым, всегда рассказываю, насколько здесь классно, и насколько здесь хочется находиться. Поэтому это новое всегда знакомство, это приятные, замечательные люди, которые находятся здесь, и здесь плохих нету в любом случае, их никогда здесь и не было. Вот, поэтому я просто счастлива, что я с ними знакома. Вот, и, ну, я, наверное, могу присоединиться, сказать, что я тоже очень рада. У меня, к сожалению, был такой период, что меня не было здесь год, и я вот снова попала, и действительно ощущение, что как будто бы я попала домой. И очень много моих подруг уже тоже рисуют у Владимира Сергеевича. Поэтому я очень благодарна ему. Наверное, в какой-то степени свой творческий путь я тоже начинала. Да, и в нашу, наверное, повседневность, в такую не всегда простую, необходимо, чтобы было то комфортное место, то, наверное, та точка, с которой ты можешь снова оттолкнуться и пойти в свою реальность, да, но силы и, не знаю, тот, 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 не знаю, как это сказать, ты действительно удовлетворяешься здесь, поэтому это очень нужно, и без этого невозможно уже предоставить свою жизнь. Вот, так что вам спасибо им огромное, дай ему здоровья, до здоровья, любви, чтобы не береги друг друга. Долгие годы они были еще в состоянии заниматься тем, чем они занимаются. Пусть Бог их оберегает, помогает. Субтитры создавал DimaTorzok